Кинематограф пестрит мифами и стереотипами о работе экспертов-криминалистов. В художественных картинах они всего за пару дней могут вычислить преступника по одному только волосу или отпечатку сапога. А как все происходит в реальной жизни и что криминалисты хранят в своих знаменитых чемоданчиках? Экспертный криминалистический чемодан, с которым сотрудник правопорядка выезжает на место происшествия, называют просто и лаконично. Криминалист. Именно он помогает эксперту собрать материальные следы преступления. В нем можно найти лупу, ультрафиолетовую лампу, разные реактивы и пасты. Инструменты есть для работ на месте происшествия, потому что в ряде случаев эксперт является и плотником, и так далее, и слесарем необходимо, например, где-то изымать какие-то объекты на дверях, замки и тому подобное. Вот есть набор таких инструментов. Этой непростой профессии Сергей Толоконников посвятил 22 года. Фильмы о криминалистике смотрят редко, потому что серьезно воспринимать их не получается. Ярче всего Сергею Николаевичу запомнилось расследование в сериале «След», где была только одна улика – лопата. На ее черенке нашли следы ДНК человека, больного диабетом и дырокового масла для определенной модели машин. Сколько таких моделей в Москве посмотрели? Оказалось, всего четыре. Вот видите, всего четыре. А давайте посмотрим, сколько людей, управляющих транспортными средствами, страдают хроническими заболеваниями. Например, сахарный диабет. Один? Все. Буквально за полчаса особо тяжкое преступление. По сути, не выходя из лаборатории, было раскрыто. Вот это, конечно, на самом деле интересно, смешно. В реальной жизни таких фантастических совпадений не происходит, и подобные расследования занимают куда больше времени. О своих методах работы Сергей Николаевич говорит обобщенно и коротко. Многое разглашать запрещено. Одно утверждает точно – преступник не может замести все следы преступления. Троцологические следы и объекты. Почерковеческие, баллистические, биологические, микрочастицы различные и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что Саров относительно спокойный город, работы для криминалистов здесь хватает. Даже во время интервью в отдел поступило два вызова. Свой профессиональный праздник эксперты отмечают на рабочем месте. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.